Я думаю, что вы уже поняли, что татуировки можно делать не только человеку, но и фруктам. Рядом со мной стоит Максим, тату-мастер студии Forever Yours. Правильно? Да, все правильно. Он нам как раз и расскажет про модные фрукты. Здравствуйте. Приветствую всех. Расскажите, пожалуйста, про вашу площадку. Что там интересно вам? Чем вы сегодня удивляете? Мы работаем в торговом центре здесь. Наша площадка. Предлагаем интерактивчик. Дети, ну и не только все желающие, татуируют фрукты. Все по-настоящему. Тату-машинка, иголки, татуировочная краска, перевод картинки на сам грейпфрут или на банан. И все, и погнали. Попробовать себя тату-мастером можно безобидно. А каково вообще это бить на грейпфрукте или на банане? Сильно ли отличается от человеческой кожи? Разумеется, отклик не как с человеческой кожей, но что-то похожее есть. Когда я 14 лет начинал назад, учился делать татуировки, я также на бананах, на грейпфрутах, на линолеуме еще можно. Интересная песня, он все красит. Вот вы бы разрешили своему ребенку сделать татуировку? Подрастет обязательно, сделаю ему татуировку. А как вы думаете, бывают ли тату-мастеры без татуировок? Я сам был тату-мастером без татуировок целых три года. Так что вот, бывает. А потом что случилось? Ну, долго не мог определиться, что именно хочу. А потом сделал себе татуировку в полспины. Нормально. Так, сразу я определилась и взобьем полспины. Шикарно. А с какой бы вы татуировки посоветовали бы начать? Особенно если у человека очень низкий болевой порог. С большой или с маленькой? Или вообще лучше не делать? Ну, это выбор клиента, большую или маленькую. Ну, все-таки, наверное, чуть-чуть большая. Может, с ладошку размера, может, чуть побольше. Желательно, чтобы это было немного сеансов. Потому что, когда большие работы, например, рукав, там, спина, это много сеансов, долго куда-то ездить, много боли терпеть. Люди, бывает, утомляются и не готовы регулярно посещать сеансы. Вот. Поэтому затягиваются татуировки, большие татуировки могут затягиваться на годы. Вот вы сказали, чтобы вы бы разрешили своему ребенку сделать татуировку. Сделали бы ее сами или все-таки посоветовали бы другого мастера? И сам бы с удовольствием сделал. Но я думаю, ребенок все-таки мой захочет, чтобы его первая татуировка была батей сделана. И, соответственно, мной. А если бы он захотел стать сам тату-мастером, вы бы ему разрешили, поддержали бы, и ему сказали, типа, там нет, лучше не надо. Ну, я был бы счастлив, если мое творчество, мою работу продолжил мой сын. У меня их два, поэтому, может быть, один из них будет татуировщиком. Прикольно же, когда ты татуировщик, там, в первом, во втором, в третьем поколении. Что-то на подобии династии. А? Что-то на подобии династии. Было бы круто, да. А есть ли у вас какая-то история, которая поначиналась однажды вместе с папой? История. Конечно же, есть. Однажды вместе с папой ко мне в студию приехала девочка. Они приехали из Углича. Девочка захотела татуировку. По-моему, ей даже не было 18 лет. Согласие родителей это все делается, разумеется. Они сначала приехали на консультацию, мы выбрали рисунок. И тогда отец сказал, что я буду первый. Соответственно, я первый сделаю татуировку. На себе хочу ощутить, что это. И потом только разрешу это сделать дочери. Мы их записали на сеанс. Через некоторое время они приезжают на сеанс. Я говорю, ну что, батя, давай первый. Он такой, да не отпускай дочь. А я посмотрю со стороны. Ну, он, видно, забоялся, не знаю. И первый пустил дочь. Очень интересная, веселая история. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok